Сегодня в детской гонбольной лиге играют 44 команды из всех уголков страны. Основная задача у строителей турнира не только увеличить игровую практику, но и организовать обширную культурно-образовательную программу. 44 команды – это хорошо, честно вам признаюсь, что даже есть определенные населенные пункты, о которых я уже давно-давно и не слышал. Они, оказывается, есть на нашей, так сказать, карте белорусской, и это на самом деле хорошо. Инициатором совещания выступил сам учредитель БГК Александр Мешков. Главная цель его встречи с директорами спортивных школ – узнать о проблемах детской лиги из первых уст и обсудить нововведения, призванные улучшить турнир. Мы внесли определенные требования, признаюсь честно, это были мои требования, на предмет, так сказать, открытия, соревнований, отчетов маркетинговых по всем мероприятиям, о том, чтобы у детвора были обязательно, так сказать, еще и культурно, и просветительная какая-то, так сказать, программа, чтобы они, так сказать, не только играли, но еще, так сказать, набирались, так сказать, уму-разуму. В числе обозначенных проблем – сложности с переездами некоторых команд в другие районы, высокая плотность ежедневных игр, а также отсутствие турнира «Зубркап» в республиканском календаре спортивных мероприятий. Говорили на встрече о наполняемости трибун, дополнительных призах лучшим игрокам по итогам турнира, а также о расширении географии проведения лиги. Эту работу мы могли спокойно разложить, где-то уже проекты, которые, говорится, и спонсор, 20 афишек делать, и провести работу. И не было вопросов по заполнению. Все правильно, заранее. Все правильно, заранее. Чтобы вы сегодня ваши пети играть в команде, чтобы пришла бабушка. Не обошлись стороной и вопросы подготовки спортсменов. Сегодня она сконцентрирована в Минске. Эффективнее создавать гонбольные традиции в областных центрах, давая возможность обучать спортсменам училищам Олимпийского резерва. В Бресте таких мест только семь. Будут, так сказать, возрождаться там, где, так сказать, они раньше были, где сейчас идет некое стухание. Поэтому, еще раз, это не бунт провинции против столицы. Нет, никоим образом. Да, это просто развитие и популяризация нашего вида спорта.